Здравствуйте, я Антон Деркач. Вы смотрите видео, в котором я хочу поговорить с вами о харизме. Что для вас означает понятие харизма? Какие имена возникают в вашей памяти, когда вы слышите выражение «харизматическая личность»? Что общего у всех тех людей, которых называют харизматиками? Вот те вопросы, на которые я решил найти ответы. Прорабатывая материал для этого видео, я провел интервью с моими приятелями, задав им эти вопросы. Как харизматических личностей чаще всего называют Иисуса Христа, Махатма Ганди, Будду, Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина, Наполеона Бонапарта, Мать Терезу, Эрнеста Че Гевару, Александра Македонского, Владимира Ленина, Жанну Дарк. Итак, что же такое харизма? Это качество, присущее лидеру. Точнее, это совокупность качеств лидера, удивительным образом притягивающая к нему людей. Однако следует отличать популярную личность и харизматическую личность. Если за популярной личностью люди пойдут туда, где им будет хорошо, то за харизматической личностью люди готовы идти на дискомфорт, лишение и даже смерть. У меня возник вопрос. Является ли харизма врожденной или можно развить в себе харизматические качества и стать харизматической личностью? Задумывались ли вы, почему так мало харизматических личностей? Дело в том, что харизматичность тесно связана с таким понятием, как ответственность. И очень немногие готовы взять на себя ответственность за то, чтобы быть харизматической личностью. Если вы готовы взять на себя эту ответственность, у меня для вас хорошая новость. Вы можете стать харизматической личностью и вести за собой людей. В моих следующих видео я буду говорить о качествах харизматической личности. Интересно, что вы думаете о харизме? О чем вы хотели бы услышать в моих следующих видео? Об этом пишите в комментариях. С вами был Антон Деркач. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.